Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Светлана Лазарева и Наталья Ветлицкая были на пике своей популярности в 90-х годах. Обе красивые и очень голосистые певицы, их любила вся страна. И при этом эти две красавицы умудрялись дружить. Они обе боролись за внимание одних и тех же слушателей, но это никак не влияло на их личные отношения. Они конкурировали на сцене, честно конкурировали и были лучшими подругами за кулисами. Однажды Наталья Ветлицкая сыграла в жизни подруги Светланы Лазаревой почти что решающую роль. Именно она нашла для подруги высококвалифицированного врача, который спас ее от гибели во время сложной беременности. Светлана Лазарева в свои 34 года узнала, что впервые станет мамой. Для нее это было просто ошеломительная, но очень приятная новость. Она мечтала о ребенке, но врачи сразу с опасением отнеслись к довольно поздней беременности певицы. Позже ситуация усугубилась из-за проблем у Светланы с кишечником. Нужна была срочная операция. Все время после обнаружения проблемы операции Лазарева провела под наблюдением врачей. Но это не помогло ей избежать тяжелых родов. После появления на свет дочери Светлана еще 9 дней провела в реанимации и только позже ее состояние стабилизировалось. Но как выяснилось, все, что пришлось пережить Светлане, это был один из наилучших вариантов развития событий. Если бы певица попала к менее опытному врачу, то непременно погибла бы. Хорошо, что ее подруга Наталья Ветлицкая позаботилась и нашла лучшего врача, который смог спасти жизнь Светлане и ее девочке. Певица в знак благодарности назвала свою дочь в честь любимой подруги-спасительницы Натальей. А когда все уже наладилось, Лазареву выписали с дочкой из больницы и пришло время крестить малышку. Светлана без раздумий предложила подруге стать крестной ее дочери. Ветлицкая с радостью приняла предложение подруге. И все было бы хорошо, и все было бы в порядке, если бы не человеческая зависть. Конечно, что такой крепкой дружбе, как была у известных артисток, многие завидовали. И завистников оказалось слишком многое. Так злые языки нашептали Наталье разных гадостей о подруге Светлане. Непонятно, почему Наталья всему поверила и решила прекратить общение с Лазаревой. Она поверила в глупые сплетни и даже не захотела выслушать оправдания подруги. Она просто резко оборвала связь. Я оказалась разменной монетой. Наташа не выслушала меня. Ей наговорили откровенную ерунду, и она поверила. Все случилось на эмоциях. Высказалась Лазарева. А спустя некоторое время Ветлицкая отказалась и от своей крестницы. Певица позвонила 10-летней девочке и сообщила, что больше не может быть ее крестной мамой. Для маленькой Наташи это было непонятно. Ветлицкая объяснила такое решение тем, что она стала буддисткой и теперь не имеет никакого отношения к христианству. Такое поведение и решение Ветлицкая стало окончательным в отношениях с Лазаревой. Певицы больше не общались и даже не пытались больше наладить отношения. «Нас с Наташей развела судьба. Это произошло очень эмоционально, да. И я посчитала, что если Наташа захочет разобраться в ситуации, то она разберется. А если нет, то это ее право», – комментировала отношения с бывшей подругой Лазарева. В этой ситуации очень жаль дочку Светланы. Ведь она ни в чем не виновата. По словам Лазаревой, Наташа позвонила ее дочке и сказала, что больше не будет ее крестной. Для 10-летней девочки это стало шоком. Она долго плакала и думала, что это она во всем виновата и что она сделала что-то не так. Сейчас дочь Светланы уже выросла и больше не переживает из-за своей несостоявшейся крестной. Говорить о бывшей подруге мамы девушка не любит и очень редко о ней вспоминает. Вот как бывает в жизни. Даже самая крепкая дружба может разрушиться. Единственное, что непонятно, почему ведь Лицкая поверила сплетням и словам чужих людей и не удосужилась даже выслушать ее. Но как бы там ни было, случилось все так и не иначе. И теперь каждый живет своей жизнью. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.